Мы сегодня начинаем нашу школу семьи, которая у нас продлится до лета. И на этой школе мы будем рассматривать разные аспекты, которые, я думаю, каждому будут и важны, и интересны. И сегодня у нас будет самая первая тема, называется она так. Нужно ли вступать в брак? И я хочу вначале показать два места Писания, одно из Ветхого Завета, другое из Нового Завета. Давайте откроем сначала Бытие, вторую главу. И будем с вами разбирать, нужно ли вступать в брак. Вообще, конечно, само слово тоже хочу пояснить в самом начале. Очень популярна у нас поговорка, типа «хорошее дело браком не назовут». Слышали же, да, всякие производные. На самом деле это просто два слова, которые никак не связаны, брак и брак. Потому что брак в значении женитьба происходит от старославянского глагола «братьи». То есть когда человек берет себе жену. Вот отсюда брак. А брак в смысле что-то такое некачественное, это уже из европейских языков. Там есть в немецком «брак» или французское «браке» означает сломанное что-то или негодное. То есть как бы у нас по-русскому получается из старославянского и из каких-то западных языков, да, брак и брак. Хотя между этими двумя словами нет ничего общего. Поэтому христианский брак – это хорошая вещь. Вторая глава книги «Бытие». «И сказал Господь Бог», 18 стих, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Те, кто у нас в церкви уже где-то лет 20, и вы уже пришли еще. Здесь есть такие, кто еще в 90-е годы пришли в церковь, да? Ну, вы помните, что когда мы в 90-е годы такие молодые были, горячие, и как все неофиты очень радикальные были, когда мы говорили, когда мы давали учения о браке, то мы в основном все как бы основывались на этом месте священного писания. Да, нехорошо быть человеку одному, поэтому давай-ка не занимайся нехорошим, давай-ка вступай в брак, потому что это важно, это необходимо, это благословение. Там, как одному согреться, а двоим тепло, вот, хотя порой в браке бывает холоднее, чем одному даже в отношениях. Вот мы брали. И как бы пренебрегали, как бы упускали другие места из священного писания. Например, вот, откроем первое Коринфянам, седьмую главу, это уже Новый Завет. И здесь апостол Павел в самых первых стихах, седьмой главы, пишет. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины». Сразу же вопрос. То ли нехорошо быть человеку одному, то ли хорошо не касаться... А кого нам касаться, других мужчин, что ли, касаться, да? Тоже не то, да? Дальше Павел пишет. «Но во избежание блуда каждый...» То есть, как бы, вообще не жениться хорошо, но чтобы не блудить, приходится. И вот седьмой стих тоже, смотрите. Павел говорит. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как я». Мы знаем, Павел был один из апостолов неженатых, в отличие от большинства апостолов первого века. И он говорит, что «желаю, чтобы все люди были, как я, но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе». И снова, восьмой стих, он все-таки говорит, вроде есть дары, один женат, другой неженат, но безбрачным же и вдовам говорю, «хорошо им оставаться, как я». То ли хорошо оставаться одиноким, то ли нехорошо оставаться одиноким. Противоречия? Не думаю, да? На самом деле, мы понимаем, что разные места священного писания, они как бы объясняют одно другое. Это просто разные грани истины. Поэтому, вроде бы, казалось бы, такой простой вопрос, необходимо ли вступать там в брак. На самом деле, этот вопрос, он не такой уж и простой. И мы сегодня посмотрим на слова Христа, это как бы базовое местописание. Матфея, 19 глава. После слов Христа о разводе ученики задают вопрос. Десятый стих. «Говорят ему ученики его, если такова обязанность человеку к жене, то лучше не жениться». Мне нравится, вот в современном переводе здесь так сказано. «Если обязательства мужа к жене так строги, то лучше вообще не жениться». Он же сказал им, «Не все вмещают слово сие, но кому дано». И вот смотрите, 12 стих. «Ибо есть копцы, которые из чрева матери родились так, есть копцы, которые оскоплены от людей, и есть копцы, которые сделали сами себя с копцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Я 12 стих тоже прочитаю по переводу РБО. «Некоторые родились с копцами, других такими сделали люди, а третьи отказались от брака ради Небесного Царства. Пусть те, кому это дано, поступают так». Ну, прежде всего, вот само слово «скопцы» здесь, да, в греческом языке стоит другое слово, ну, как другое, думаю, тоже нам известное слово, слово «евнухи», да, «евнухи». И скопцы – это люди оскопленные, то есть люди, подвергшиеся кастрации. Евнухи – это кастрированный служитель в гареме, который должен был охранять жен господина. То есть люди, которые у них нет возможности, да, вступать в отношения с женщиной. И вот прежде чем мы с вами разберем вот все эти три категории людей безбрачных, важно понять один момент, да. Каждый из нас должен строить свою жизнь в соответствии с нашим призванием. Вот то, что говорит здесь Господь, да, не все это могут вместить, слово. Но кому дано? То есть одному это дано, другому совершенно иное дано, да. Проблема, когда мы поступаем не потому, что нам дано, что в нас заложено Господом, а под влиянием общественного мнения. Когда часто родственники говорят, вот там, останешься старой девой, вот, и уже пора, тоже такой, как бобыль живешь. И вот начинается постоянное какое-то давление, 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 и человек начинает чувствовать себя неполноценным. Или когда ты сам начинаешь себя есть, вот смотришь на окружение, уже друзья почти что все попереженились, подруги все замуж повыходили, а я одна остаюсь, да, и начинаешь как бы себя постепенно есть, есть, есть сама себя. А если ты ходишь где-то на работу, где в основном мирской коллектив, ну, как правило, да, мирской коллектив, то там еще хуже бывает, да, потому что думаешь, что это там она не замужем, и уже как не лесбиянка, или как странные у нее какие-то вещи, да, и опять происходит давление, что как бы нужно выйти замуж, чтобы доказать всем, что я не лесбиянка. Вот это постоянное давление идет. И я хочу тут подчеркнуть важную вещь. Мы с вами не от мира сего. То есть мы должны не поступать так, как поступает этот мир, потому что неледко неженатые или незамужние люди приходят в церковь на богослужениях или в домашних группах, они слышат те же самые вопросы. О, сколько тебя, а что ты неженат до сих пор? А что ни замуж не вышла? И мало того, что бывают, там, какие-то неверующие родственники зудят, мало того, что бывают, как-то коллеги косятся, мало того, что бывает, сама переживаешь, да, а еще в церкви, люди приходят в церковь, как бы не от мира сего, но тут точно такой же мир. И мы тоже начинаем, а ну-ка давай, давай, смотри, у нас тут вон там сестер много хороших, братья. И мы как бы начинаем оказывать давление. То есть ты как бы абсолютно убежден, задавая такие вопросы, что ты знаешь волю Божию для этого человека, что ты начинаешь его так вопросами давить. Мы часто волю Божию-то для себя не знаем, зато мы знаем хорошо волю Божию для всех окружающих. Поэтому, драгоценные, мы должны быть мудрыми людьми, деликатными людьми. Есть такая простота, важно иметь простоту во Христе, но простота во Христе, это не то, значит, простота, которая хуже воровства. Есть вот такие, знаете, простые христиане, простые вот в плане вот таком, что они своими такими, пастор, у меня такие благие намерения, ну так ты ими ад человеку создаешь своими благими вопросами. Ты про свою жизнь лучше узнавай у Господа, а не пытаешься другим жизнь создать по твоему образу и подобию. Поэтому драгоценные, вот Христос показал, что есть разные ситуации, есть разные дары, есть разные пути. Поэтому кажущееся противоречие между словами Ветхого Завета нехорошо быть человеку одному. И новозаветным словам лучше оставаться так, да, неженатым. Это кажущееся противоречие, оно говорит лишь об одном, что у каждого из нас есть свое призвание и есть свой путь, правда же? Есть свой путь. Естественно, когда Бог создал Адама, у него просто, у него призвание было однозначно не оставаться одним, одному. Не быть неженатым, иначе нас с вами здесь бы не было, да? Но это не значит, что каждому человеку вот это, обязательно вот, это плохо быть тебе одному, это плохо быть тебе одному. Это не означает. Совершенно. И поэтому мы с вами вот видим, что люди пытаются нам нередко навязать свои жизненные программы. И в церкви точно так же немало людей, там проповедники порой, друзья там на домашней группе, я понимаю, из благих мотивов, но по какой-то глупости пытаются опять навязать нам свое представление о том, как у этого человека должно быть призвание. И человеку бывает и на работе трудно, и в семье непросто, он приходит в церковь, и тут то же самое. Какие же мы не от мира сего? Мы точно с вами такие же, у нас тоже так же мозги промыты какими-то стереотипами. Поэтому важно, драгоценные, уметь принять себя таким, какой ты есть. Уметь принять дар от Бога. Не дары ближних, не призвание ближних, а свой дар и свое призвание. И вот давайте рассмотрим вот эти три категории, о которых говорит Иисус. Первая категория людей, безбрачных людей, это скопцы, назову так, от природы. Я не буду заоставить вопроса именно на физическом, скажу так, физиологическом скопчестве, потому что я думаю, что здесь Иисус говорил не просто о каких-то физических вещах. есть люди, рожденные скопцами. Не обязательно физически. Есть люди, которые скопцы психологические. То есть это люди, которые по своей натуре не приспособлены к семейной жизни. Не приспособлены, не созданы для семейной жизни. Не могут они. И я думаю, что каждый из нас таких может вспомнить. Если человек психологически, внутренне не приспособлен к семейной жизни, то когда он бывает под давлением знакомых, друзей, родных, все-таки вступает в брак, вот как раз такой брак, вот браком не... Такой брак трудно назвать хорошим делом, да? Он получается вот такой бракованный брак. И я когда читал то местописание, я вспомнил, думаю, наверное, самый такой яркий пример из нашей русской литературы человека, ну, не созданного для семей, не созданного для брака. Это главный герой пьесы Гоголя «Женить бы». Женить бы под колесом. Очень люблю пьесу Гоголя. И думаю, помните, под колесом такой человек, который... Вроде бы все говорят о женитьбе, и он понимал, что как бы ему хочется жениться вроде бы, но для него вопрос выбора фрака и сапог был намного важнее, чем выбор невесты. Помните, когда он в начале там этой пьесы он сидит и спрашивает у своего услуги, а вот не спрашивал ли там вот, кто фрак шьет, а зачем барину такой фрак? А сапожник не спрашивал ли, а зачем барину вот такие сапоги? То есть для него вот как-то вот все, что окружает брак, оно было важнее невесты. И там у под колесина оказался такой товарищ Кочкарев, а есть такие люди активные, они очень любят активно вмешиваться в жизнь других людей и там наводить порядок такой, каким кажется там должен быть. И вот я даже цитату приведу, когда Кочкарев товарищ под колесина вообще в разговоре говорит такие слова вот ну ну не стыдно ли тебе? Нет, я вижу с тобой нужно говорить серьезно. Я буду говорить откровенно как отец с сыном. Такие люди они очень любят так вот давай по душам вот я сейчас вот люди часто любят в душу влазить вот и как правило люди, которые на самом деле могут тебе помочь никогда не лезут. А кто не может помочь он любит вот давай говорить серьезно откровенно как отец с сыном. Ну посмотри на себя внимательно. Вот например так как ты смотришь теперь на меня ну что ты теперь такое? ведь просто бревно никакого значения не имеешь ну для чего ты живешь? Ну взгляни в зеркало что ты там видишь? Глупое лицо больше ничего. А тут вообрази около тебя будут ребятишки ведь не то что двое или трое а может быть целых шестеро и все на тебя как две капли воды. Ты вот теперь один надворный советник экспедитор или там начальник какой бог тебя ведает а тогда вообрази около тебя экспедитор чонки маленькие такие канальчонки и каждый постреленок протянувший ручки будет теребить тебя за бакенбарды и ты только будешь ему по собачьи аф-аф-аф ну если что-нибудь лучше этого скажи сам знаете вот такие люди которые начинают от тебя вот этого как-то вот давить да кто ты такой да вообще что ты живешь для чего ты живешь вообще типа вот не женился так уже и родился можно сказать напрасно и когда там помните в процессе подкалесин поссорился с качкаревым вроде бы там жениба стала срываться то качкарев стал давить а такие люди они обычно сначала они так мило любезно шутки прибаутки а если а если как бы ты не идешь на поводу они начинают так более активно тебя обрабатывать и он вот еще цитата из слова качкарева не желающему жениться подкалесину скажи нет извините тут он наоборот они поссорились он ушел и вот качкарев рассуждает скажите что он мне родня что ли и что я ему такое нянька тетка свекруха кума что ли из чего я хлопочу о нем не даю себе покою нелегкая прибрала бы его совсем поди ты спроси иной раз человека из чего он что-нибудь делает эдакий мерзавец такая противная подлая рожа взял бы от тебя глупую животину да щелчками в нос в уши в рот в зубы во всякое место ведь вот что досадно вышел себе и горя ему мало с него все это так как с гуся вода вот что нестерпимо пойдет сейчас к себе на квартиру и будет лежать да покуривать трубку это такое противное создание бывают противные рожи но ведь это ты просто не выдумаешь не сочинишь хуже этой рожи ей богу не сочинишь так вот нет же пойду нарочно ворочу его бездельника не дам улизнуть пойду приведу подлеца люди которые начинают грубо вторгаться в жизнь у каждого из нас вы знаете вот с одной стороны огромное благословение наше общение благословение с другой стороны важно иметь вот у каждого есть своя зона да личная индивидуальная и когда люди вторгаются в нашу личную зону не спросясь как бы не спрашивая нашего совета начинают нам нас учить как нам жить на ком нам жениться что нам вообще делать то они может быть называют себя христиане но поступают как дьявол потому что Господь Иисус не вторгается он даже понимая что людям лучше спастись он стоит и стучит правда же этот дьявол ломает все и вторгается насильно и пытается наводить свой порядок так вот такие люди не на Христа похожи на дьявола когда вторгаются они же на зло тебе врачу тебя на зло тебе сделаю так вот и начинают навязывать поэтому драгоценные мы должны понимать есть люди не созданные для брака есть люди от природы не обязательно у них физиологически какие-то там изъяны нет у них может быть психологически но внутренние люди есть такие внутренние люди не созданные мы все разные поэтому ищи свое призвание и позволь другим людям искать свое призвание аминь очень важно вторая категория о которой говорит Иисус категория безбрачных людей скопцы от людей и здесь точно так же как и в первой категории я не буду рассматривать физический физиологический вопрос здесь можно не просто в физическом плане рассмотреть но и в социальном плане то есть смотрите от от людей что я имею ввиду когда человек не чувствует внутри себя желание быть одиноким наоборот он хочет строить семью но как-то никто не подходит а если подходит то лучше бы не подходили какие-то не те все подходят как бы вокруг словно нет подходящих возникает претензия я скопец от людей люди вы меня скопили где же нормально что же вы сделали со мной я хочу жениться где же эта девушка какие-то странные а кого хочу бегут от меня словно люди тебя скопили вот как-то непонятная ситуация вы понимаете что когда мы доверяем Богу мы понимаем что часто наши представления о благе и Божьи представления о нашем благе не совпадают почему потому что мы люди ограниченные и мы видим очень ограниченно а Бог Он видит и сегодня и твое будущее Бог знает Бог знает Бог видит ты думаешь тебе хорошо Бог говорит нет это совсем тебе не хорошо не дай Бог и Бог тебе не дает не дает есть вещи к которым мы стремимся мы думаем это хорошо один из последних примеров который мы со служителем очень ярко пережили это когда стремясь побыстрее приобрести здание и уже получив хорошее предложение мы столкнулись с тем что нам нужно найти недостающую сумму потому что то что мы долго годами собирали и слава Богу собрали накопили и то те цены которые были отличались нам нужна была недостающая сумма и я подумал что надо как-то поехать к друзьям служителям в Европе в Америке и не просить у них пожертвования а попросить какой-то кредит чтобы они помогли взять нам какой-то кредит потому что у них там вообще кредиты 1, 2, 3 процента у нас долгое время помните была стабильная цена доллара стабильная более-менее цена евро вот я поехал приехал в Америку мои друзья сказали о Виктор да мы поможем все они пытались помочь и ничего не вышло никто нам ничего не давал у меня такое было господи как так вот никто нам ничего не дает друзья называются Европу помню были в Германии там у них даже целый здесь Evangelical Bank который там дает тоже хорошие кредиты под маленькие проценты особенно для строительства зданий я тоже помню общался они говорят нет мы не работаем с Россией тоже ничего не получилось я помню приехал такой разочарован и думаю господи хорошее здание здесь в городе уходит у нас из-под носа из-за жадных западных христиан которые не хотят нам помочь не пожертвованием собрать а помочь взять кредит потому что недвижимость в России не является гарантом для Америки для Европы они нам помогли как бы дать свои гаранты мы вернули у меня там все расклады были как мы это все быстро вернем и потом когда уже ситуация возникла с этим зданием и уже не западные а наш банк пошел нам навстречу и мы смогли купить в 14-м году и в 14-м году вы помните доллар через несколько буквально месяцев взлетел он даже тогда взлетел больше чем в два раза помните что произошло я помню мы тогда сидели с Дмитрием мы сидели и думали господи я был обижен на тебя вернувшись с Америки с Германии что мне так и не помогли взять кредит я думал господи как же ты мы вот так вот знаете бывает мы так вот стараемся а ты не стараешься господи а на самом деле я сам не понимал что старался делать если бы мы взяли вот это в долларах или в евро то в итоге мы должны были богатить в два раза больше понимаете чтобы но это там мы поняли только сейчас тогда-то нам казалось Бог молчит тогда-то нам казалось что просто вот наилучшие варианты Бог закрыл отдал какой-то российский банк а российские банки ну при всех самых лучших предложениях не дают один-два процента ну по крайней мере обычным людям не дают не дают я сейчас думаю Господи слава Богу за то что у нас наш банк у нас в рублях все и мы слава Богу отдаем и все у нас хорошо а то что я тогда думал хорошо оно совсем оказалось и нехорошо так вот драгоценно точно так же ты думаешь Господи вот все у меня в жизни хорошо одно вот одно вот у меня нехорошо вот эта прекрасная Таня она меня не замечает может быть ты даже сам себе представить не можешь от чего Бог тебя уберегает потому что миловидность обманчива а ужасы долгие красота скеротечна а ужасный с ужасным характером тебе нужно жить всю жизнь понимаете да всю жизнь поэтому драгоценно это важно и мы живем на земле не бывает так что человек в своей жизни достигает все к чему стремится не бывает так никогда это нам кажется что у нас ничего не получается а вот другой успешный да нет как один сказал и говорит после после женитьбы сказал такую фразу только сейчас он женился и сказал только и сейчас я понял что такое счастье но уже поздно кто-то что-то не получается всегда кто-то хочет выйти замуж а не получается а у кого-то получается выйти замуж а не получается завести детей завести А у кого-то получается детей завести, да думаешь, Господи, лучше бы никогда не заводила. Сколько служителей, которые мечтают о десятитысячных церковах, а у них и 500 человек-то нет. Такой уходит вечность. У нас есть свои планы, цели, мы думаем, я их достигну, буду успешен. Сколько артистов, которые так и не смогли сыграть вожделенную роль Гамлета, а все ходит, кушать подано. Поэтому поймите, пастор, тебе хорошо говорить. Ты-то вон уже 25, уже 26 лет в этом месяце будет, как ты женат. Тебе хорошо. А вы что думаете, у меня что, в жизни все получается, что я хотел? Все выходит, что я хотел. Я, конечно, понимаю то, что тебе не получается, это вам важно, а что мне не получается, это ерунда. И так для каждого из нас, понимаете? Но жизнь устроена так. И когда мы говорим о смирении, что такое смирение? Да если бы Бог делал все, что мы хотели, зачем смиряться? Смиряться, когда мы многие вещи не понимаем, когда нам кажется, что должно быть так, а так не происходит, мы молимся, а ответа нет. И что нам нужно? Смирение. И вы знаете, конечно, тут важно понять, мы порой уделяем слишком большое значение браку. Особенно, помню, когда мы в 90-е годы учили о семье. Слишком большое. Чуть ли не вопрос состоятельности судьбы человека. Сумел он жениться там или замуж выйти или нет. Нет, на самом деле брак важен. Но совершенно это не является обязательным для счастья, ни для чего. И тут я тоже хочу две вещи показать. Ну хорошо, а в чем бывает, когда не чувствуешь в себе желание быть одному, а создать семью не получается? Особенно, конечно, в таких странах, как Россия, где женского населения больше. Почему я не могу выйти замуж? И тут тоже я хочу показать два момента, которые, я думаю, помогут некоторым девушкам, некоторым сестрам. А почему? И первая вещь, особенно бывает по молодости такая, когда вроде бы проще выйти замуж, переоценивание себя. И мы об этом говорим порой, когда в действительности ты живешь не в реальности, а в каких-то своих иллюзиях. И тут знаменитые всякие фантазии выходят принцев на белых конях и прочее, и ты все ждешь, а вокруг какие-то все не принцы, а ты ждешь, а принцев нет, а за обычных ты не собираешься, потому что ты же великая. Принцев нет, принцев нет, или есть, но какие-то без коней все. А потом проходит время уже, да? И потом уже и коней тоже нет. Ничего нет. Ни принцев, ни коней. Вот это переоценка себя, да? Поэтому, вот вы знаете, с одной стороны нужно любить себя, но с другой стороны нужно видеть реальность, потому что у каждого из нас есть свои какие-то плюсы, есть свои минусы. И в этом тоже есть смирение. Я, с одной стороны, никогда не страдал от комплексов неполноценности, да? С другой стороны, я знаю, есть вещи, которые, ну, не даны мне. Не даны. Я недавно смотрел передачу про одного очень интересного человека, и вы знаете, вот, говорю, «Диане, посмотри вот про жизнь этого человека». Потому что, я говорю, вот, редкая встреча человека, который, вот, он лучше меня. Я вот смотрю на его жизнь, лучше. Я серьезно говорю, не то, что вот он лучше меня, хотя хвалите меня, хвалите, я лучше его. Нет, он реально лучше. Я смотрел по его жизни поступки, я знаю, что в моей жизни я не всегда поступал так. Не всегда поступал так. То есть я вижу не только свои плюсы, но и свои минусы тоже. Это важно оценивать, то есть уметь здраво себя оценить. И мы об этом говорим, но есть еще вторая противоположная причина. Недооценивание себя. Вот об этом мы не так часто говорим, поэтому я чуть-чуть больше расскажу о второй причине, почему порой девушка, желающая выйти замуж, не выходит замуж. Вот если порой первое, это где-то у молодых девчонок бывает, то второе, оно чаще всего уже после 30. Как бы ты начинаешь вдруг задаваться вопросами. Так, уже мне 30, а почему я не замужем? До сих пор. И следующий вопрос. Что со мной не так? И тут важно понимать, все с тобой так. Все с тобой так. Не занимайся вот этим самокопанием, вот этим... Это отличается. Вникать в себя это одно, а самокопание это... Постоянное как бы осуждение себя, это совершенно другое. Все с тобой так. Тут важно понять, часто как мы себя ставим, так к нам и относятся. Хотя нам порой кажется наоборот, что как к нам относятся, вот так мы на себя и смотрим. А на самом деле нет. Как мы себя ставим? Как мы себя ставим? Когда ты себя занижаешь, когда ты начинаешь себя как-то ущемлять, ущемлять, ты начинаешь идти не на те варианты. То есть ты начинаешь как бы наоборот, как ты какую-то уже совсем низкую планку, уже теряешь уважение к себе. Помню, как один мой знакомый, служитель рассказывал, когда его дочери достигли уже такого возраста 18-летия, и там стали разговоры про отношения, там помолвки где-то замаячила, и там какие-то отношения одни, вторые, третьи. И он тогда позвал свою старшую дочь и сказал ей такие слова. Он за столом сидел, и там был стакан с ручками. И он говорит, вот смотри, дочь, открывает свой стол. Говорит, вот смотри, вот у меня есть ручка, и там у меня такая была футляре, такая золоченая перо. Говорит, вот смотри, вот эта ручка с золотым пером, которую мне там подарили на юбилей, очень-очень дорогая, она у меня хранится отдельно в столе, я его закрываю, этот стол ключиком, достаю с бархатной коробочки эту ручку, и подписываю какие-то важные документы, и никому не даю ее, потому что она моя. А вот у меня, говорит, есть стакан, где вот всякие пластиковые кучи ручек, там обгрызенные, всевозможные. Вот это, пожалуйста, говорит, это общедоступно. И он говорит, вот когда ты недоцениваешь себя, ты сама себя обрекаешь на всеобщее пользование. А всеобщее – это значит ничье. То есть может быть много там молодых людей, а настоящих отношений нет ни с кем. Поэтому не надо слишком легко подпускать к себе. Слишком быстро развивающиеся отношения не ценятся мужчинами. Вот, сестры, вот я вам как мужчина могу сказать. Мужчина хочет всегда победить, и не просто победить, а победить побыстрее. Но мужчина знает, чем быстрее он победил, тем меньше он будет ценить эту победу, потому что хорошие победы, они быстро не даются. Не даются. Легкие победы не ценятся. Я помню, когда был совсем маленьким, впервые мы поехали на юг, в Крым, и это советское время было, 70-е годы были, и мы поехали в Крым. И в то время, когда едешь, сняли где-то жилье у кого-то там, точнее комнаты в каком-то доме. И я, городской мальчик, оказался в таком довольно сельской, деревенской местности. И у них кошка родила двух котят, беленького и черненького. Они не только отличались по цвету, они отличались еще по характеру. Черненький довольно легко шел на руки, а беленький убегал от меня, как только мог. И я, мне было пять лет, с трудом мог его поймать, и так скажу сразу, ловил его далеко не каждый день. Конечно, мне как мальчику нравилось вот ребенку брать котенка и гладить его. И даже когда я брал черненького котенка, я гладил его, и мне было приятно. Но это было не сравнить с теми ощущениями, когда я, наконец, брал беленького, ухудрался его как-то подловить, поймать. Я держал его, помню, в руках, и чувствовал, как его тело напряглось, и он ждет только момента, чтобы я ослабил руки, и чтобы выпрыгнуть. Я его так держал и прижимал, и я понимал, что я должен ценить каждую секунду, пока я его глажу. Потому что он тут же убежит, как только я ослаблю хватку, в отличие от черненького. Какая разница, что там у беленького шкурка была, что ли, мягче? Да не мягче. Что он был там симпатичнее на мордочку? Да они были похожи. А в чем же разница? В доступности. В этом разница была. Поэтому, когда ты понижаешь планку, и тебе кажется, ну, я понижаю планку, чтобы как бы побыстрее выйти замуж, на самом деле ты только вредишь этим. Только вредишь. Не надо слишком легко подпускать к себе. Не надо слишком быстро развивать отношения. Не надо. Потому что даже вот само развитие отношений, оно не должно быть быстрым. Это уникальное, вот это время такое трепетное, романтичное время. Не дай. Не дай себя быстро скушать никому. Даже если ты внутри себя чувствуешь, что это, возможно, твой человек. Это, возможно, твой мужчина. И я вижу иногда, общаясь, когда приходят молодые сестры, говорят, ну, пастор, вот вроде хочу замуж. И много уже было отношений всяких. Дружба. Но никаких не было серьезных отношений. Много, но серьезных их не было. Потому что ничто так не отпугивает мужчину, как страстное желание женщины побыстрее выйти замуж. Это доступность сразу показывается. И такая победа, она не будет цениться. Не будет цениться. Скажешь, ну я же не хуже беленького котенка. Не хуже. Выберут беленького. Поэтому каждые отношения должны созреть. Скажешь, пастор, ну ты 25 лет, 26 лет уже в браке. Ты не можешь меня понять. Я хочу прижаться к чему-то такому. Мягкому, теплому там. Лучше кошку заведи и прижмись. Или какую-нибудь мишку плюшу. На худой конец к подушке. И прижмись, если хочешь чего-то такого мягкого. Не нужен для этого мужчина. То есть поймите, замужество не должно быть идеей фикс. Потому что ты не половинка. Ты не половинка. И вот эта распространенная теория не имеет никакого подтверждения в Библии. Никакого. Бог не создал нас половинкой. Бог создал нас полноценными личностями. Правда же? И более того, если половинка и вступит в брак, это будет просто ужас. Потому что брак это, я вот увидел в своей жизни, брак это такое арифметическое действие, которое больше похоже на умножение, чем на сложение. Почему? Потому что Бог говорит, и будут двое, одна плоть. И вот смотрите, даже если мы возьмем, будут двое, один он, одна она, будут одна плоть. Чтобы из одного и одного получился один, что должно быть? Умножение. Потому что если бы было сложение, было бы две плоти. Тут одна плоть. А если мы говорим, что брак это умножение, представь себе, половинка 0,5, умноженная на 0,5, что получится? 0,25, четвертинка получится. Четвертинка. Когда ты мыслишь себя половинкой, то тебе вообще не нужно вступать в брак, потому что ты будешь понимать, что такое счастье, но уже поздно. Когда не ценишь себя, видишь ущербность в себе, какую-то половинчатость, то, как правило, начинаешь строить отношения не с теми людьми, не с теми. Как одна у меня сестра спросила, говорит, пастор, а я вот не могу понять, у мужчины серьезные отношения или он просто хочет развлечься. Развлечься не в плане, чтобы взякно переспать, а просто так вот как-то шуры-муры, походить по кафешкам. А потом, смотришь, он уже с другой гуляет. Я вот никак не могу понять. Тут так обманывают меня. На самом деле тебя не обманывают. Тут больше, знаете, по Пушкину. Ах, обмануть меня несложно. Я сам обманываться рад. В данном случае обманываться, обманываться рада. Мужчина, поймите, может легко влюбиться, легко загореться страстью, но это совершенно не значит, что его сердце стало твоим. Совершенно не значит. Он легко вспыхнет, легко потом потухнет. А ты думаешь, ой, меня опять обманули. Почему так? Что им не хочется отношений? Как раз мужчинам хочется отношений, им ответственности не хочется. Хочется вот каких-то отношений без ответственности. А как понять, что вот мужчина стремится к серьезным отношениям, то есть отношениям с ответственностью? Это очень просто. Серьезное намерение мужчина всегда показывает в бережном и неторопливом развитии отношений. Понимаете? Всегда. Вот когда что-то ты ценишь, бережное и неторопливое. Мне недавно Дмитрий Смирных подарил кусочек сыра, который ему кто-то привез из-за рубежа. И он такой был в упаковке, такой с плесенью. И совсем не походил на местные сырные продукты. И, знаете, мы дома любим сыр. У нас нет колбасы, но мы любим сыр. И, к сожалению, сейчас в основном сыр у нас, это как бы называется сыр, но на самом деле это сырный продукт. То есть это твердая простокваша или молоко, или еще чего-то. Ну, как говорится, приходится это брать, потому что любишь сыр, да? Я, бывает, нарезываю, кладу на хлеб или потру в макароны и быстро-быстро ем. Так раз утолил голову, голубь побежал. То есть не смакую, не кайфую. Но тут, когда Дима подарил, я его принес вечером, и говорю, Диан, Дима подарил нам. Какой он, итальянский, что ли, был? Или какой-то? Французский был. Даже я не поймешь, что такой вкусный был, что не задумываешься о географии. Вот подарил сыр, и мы, во-первых, такой сыр не нужно портить хлебом. Он не для гамбургера. Мы его положили, достали мед, винограда не было. Мы взяли сливы сладкие вместо. И мы маленькими кусочками сели, я, Диана. Детей старались не звать. Они сами пришли. Вот. И мы отрезали кусочку, макали в мед, закусывали вот этой сладкой сливой. Это вот не так, вот не так, не так, как я обычно ем сырный продукт, потому что тут нужно было насладиться. Это хороший, как оказалось теперь, французский сыр. Вы понимаете разницу отношений? Я не могу понять, серьезные ли отношения у мужчины несерьезные. Так если вот так, вот так, вот так, какие серьезные отношения? А если пока не будет винограда, ни-ни, пока пастор не благословит, ни-ни, когда нет вот этой торопливости, когда, знаешь, ты усмокуешь, ты понимаешь, что вот с таким сыром спешить нельзя. Вечно здесь. Отношения соответствующие. Сыр понимает, что я его ценю, ты только не понимаешь одна. Учись у сыра. Учись у сыра. Это на самом деле драгоценное так. Ну, очень просто. То есть это понять, а я не вижу, да ты не видишь. Это невозможно не видеть. Ты не хочешь этого просто видеть. И тебя несет, себя не ценишь. Я такая сырный продукт. Ну, а что ты хочешь? И тут, конечно, важно еще сказать, пастор, пастор, а где же вы? Где же вы? Я не могу выйти замуж из-за венца безбратья. Кто бы из меня его снял? Это проклятие. И вы знаете, к сожалению, в христианском мире это как как вот как помню, тоже на юге приехали и говорят, а вот есть в воду? Ну, у нас все есть. И они хоть что тебе достанут, это будет не совсем то, что ты скажешь, но поднесут тебе, как будто тебе это и надо, да? И вот точно так же в христианском мире. Так, кто-то хочет снять венец безбрачия, ну, тут же находятся служители, снимут с тебя. Это проклятие. И люди бегают. Так вот драгоценные все эти понятия венец безбрачия, вот всякое такое. Вот это. Вот в священном писании этого, этих слов нет. Ну, нет там это. Это из лексикона других людей. Не пророков и не апостолов, а колдунов и экстрасенсов. Вот они снимают. Поэтому, если кто-то считает, что у него венец безбрачия и надо побыстрее снять, ну, это тогда не к нам, это к экстрасенсам. Если ты веришь в священное писание, то его нету. Его нет у тебя. Скажешь, ну, а проклятие, что такое слово в Библии есть? Да, есть такое слово проклятие, да? Мы читаем особенно. Да, пастор, там в Тарзаконе про проклятие многое написано. Да, я знаю, там много в Ветхом Завете написано. А в Новом Завете написано, что Иисус взял на себя наше проклятие. То есть, если ты веришь в Иисуса Христа, то ты не можешь быть проклята. Понимаете? Не можешь, потому что Он взял на себя твое проклятие. И тебе не нужно дополнительно снимать с себя проклятие и дополнительно получать прощение за гречи какие-то. Он взял на себя и твои греки, и твое проклятие. Понимаете? Он взял проклятие на Голгофском кресте. Поэтому, если мы с вами мыслим в русле священного писания, то оно так. Я, конечно, понимаю, что кому-то хочется вот каких-то чудодейственных крыбли-крабли-бумс там поснимали, выходишь, и такая толпа принцев на белых конях, и все к тебе скачут. Тудун-тудун-тудун-тудун-тудун-тудун-тудун-тудун. И только успевай выбирать. Хорошо. Ну и переходим с вами к третьей категории безбрачных людей, о которых говорил Иисус. Скопцы для ЦБ. Это не Центральный банк, а Царство Божье. Скопцы для Царства Божьего. И мы понимаем, что когда Иисус говорил, Он говорил, что есть и люди, у которых такой дар, это не просто дар быть одному или одной, это дар, связанный со служением. И тут важно понять, конечно же, для большинства Богом предназначен путь семейной жизни. Когда мы говорим о вот этой третьей категории, это далеко не большинство. То есть есть некоторое количество людей, которым вот именно дан этот дар для чего? Для более эффективного служения. Почему более эффективное служение? Ну даже потому, что вот если говорят, да, уз брака или связать себя узами брака, сразу же картина некое ограничение, да, то есть брак это некое ограничение свободы. То есть я не могу сейчас так взял, уехал на несколько дней и никто не в курсе. Потом приехал через неделю домой, жена говорит, ты где был? Я говорю, дорогая, я свободен. Нет. Если я вступил с ней в отношения, то есть я не могу так поступать. Почему? Узы. Узы брака. Я не могу оставить семью дома и уехать на год служить тому в другую страну. Потому что нет, я связан. А если Бог призывает, ну ты должен был оставаться один. Или брать с собой семью. Нет, это дорого, не могу с семьей. И пускай там дети где-то не в Африке учатся, а здесь. Ну тогда ты связан узами брака. Что же Бог получается не понимает, что что делает? То есть ты уже должен учитывать интересы семьи. Интересы семьи должен учитывать. И иногда кажется, пастор, ты слишком жесткий. И они слишком жесткие. Это на тебе ответственность. Некоторые мужчины, они вот не понимают, вот, а даже в плане миссионерства. Вот как ты письмо получил, один пишет, пастор, мне нужна такая большая помощь финансовая, мы уехали с семьей там какую-то то ли азиатскую бедную страну, то ли африканскую, я уж там точно не помню. Там, говорит, так плохо и нет нормального образования, и мы проходим через там проблемы, нам нужны для лекарства деньги, для обучения, потому что там нет нормальных школ приходится, там что-то такое. И вот мы уехали, и у нас там трое детей. Я ему написал ответ очень короткий. Дети чем виноваты? Вопрос. То есть, если ты вступил в отношения, и у вас родились дети, ты ответственность, как мужчина, несешь за жену и за детей, а когда ты непонятно куда умотал, что там дети болеют, образования никакого нет, и ты помогите, помогите. Почему? Бог меня призывает. В смысле Бог призывает? Вот если бы ты один был, иди, проходи через страдания, через болезни. Это как бы ты отвечаешь за свою жизнь. Почему ты детей своих обрекаешь на это? Ты связан узами брака. Я несу ответственность и за жену, и за детей, которые у меня родились. Понимаете, о чем я сейчас говорю? А люди хотят, знаете, вот туда, 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 а ответственность другие несите? Нет. Я за твою семью не отвечаю. Ты отвечаешь. И за семью, и за детей. И давайте вот как раз о даре, вот этом безбрачии для Царства Божьего пишет Павел. Первая Коринфянам, седьмая глава. Мы там начали читать первые стихи. Давайте сейчас продолжим читать. Первая Коринфянам, седьмая глава, седьмого стиха. «Ибо желаю, чтобы все люди были как я», пишет апостол Павел. «Но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступать в брак, нежели разжигаться». То есть лучше быть в браке, чем разжигаться, но лучше не вступать в брак, чем вступать в него. Семнадцатый стих. «Только каждый…» Опять-таки Павел постоянно подчеркивает, то, что он здесь пишет, как раз соответствует словам Христа о скобцах. То есть это могут вместить те, кому дано это слово. Одному одно дано, другому другое дано. Так вот, он говорит, «Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам». Двадцать пятый стих. «Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость, быть ему верным. по настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли с женою, не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь». То есть Павел настолько делает акцент на лучшем для служения положении быть безбрачным, что даже кажется «Ой, Господи, а я уже вступил в брак, надо каяться». Павел говорит «Да нет, ты как бы поступил нехорошо, но это не грех. То есть не согрешишь, не надо в другую крайность впадать. Не надо в другую крайность впадать. Знаете, всегда есть какие-то крайности. Например, в иудаизме, поскольку основное местописание «Нехорошо человеку быть одному», всегда с подозрением относятся к тем, кто не женат. Вот есть вот такое. А в христианстве наоборот другая крайность, когда целебат это как бы высшее что-то. Высшее. И в католичестве, вы знаете, священник не может вообще иметь жены. В православии он может быть только в низшей категории священства, а уже когда епископ и выше, то тоже не может быть женатым. То есть есть вот такие. И вот мы видим, что в Библии это не соответствует, потому что были апостолы, которые были женаты, и таких было большинство, потому что я сказал, что дар безбрачия, он все-таки больше является исключением, чем правилом. Вот. И поэтому Павел и пишет, «По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женой, не ищи развода, остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если и женишь, а не согрешишь. Если девица выйдет замуж, не согрешит, но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль». И чтобы как бы ответить на недоумение людей, в смысле какие скорби? Потому что нежнатые же не понимают, какие скорби? Это же счастье, а быть замужем, такое великое счастье. Какие скорби? Павел поясняет 32 стих, «А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатые заботятся о Господнем, как угодить Господу, а женатые заботятся о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицей. Незамужние заботятся о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом, и духом, а замужние заботятся о мирском, как угодить мужу». И тут понятно, и мы особенно женатые, замужние, понимая, что в действительности брак в чем-то является узами брака. то есть ты многие вещи не можешь делать. Почему? Потому что ты не просто за себя отвечаешь, за семью. Это во многом уже меняет твое поведение. И я, когда иногда думал о некоторых вещах, которые я хотел бы совершить, я понимаю, что я бы мог их совершить, только если бы я был безбрачным. А если у меня есть семья, то многие вещи, которые я, может быть, хотел бы, я их сделать не могу. Но немногие некоторые вещи, потому что у меня есть ответственность. Я связан узами брака. И дальше 36 стих Павел пишет. Если же кто почитает неприличным для своей девицы, для дочери, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так. Потому что не только сейчас, но и в то время было общественное мнение. Ну как так? Неприлично. Чего же она у тебя стародела? Чего же там? Какого-то проблемы. неприличным, то пусть делает, как хочет. Не согрешит. Пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебим, непоколебим, отверт в сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, то есть хранить девственность, безбрачие, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. И здесь, конечно же, слова Павла именно о даре безбрачия. И когда мы говорим о даре безбрачия, как понять, есть ли этот дар, что делать? прежде всего, отличие в том, что если ты остаешься безбрачным, у тебя внутри мир, гармония, значит, это дар. А когда мучение, значит, не совсем дар. И еще тоже я бы советовал, бывают тоже ситуации, когда какая-то сестра или какой-то брат получают в молитве какое-то откровение, что они должны оставаться безбрачным и служить Господу. И они начинают всем об этом говорить и рассказывать, а потом через некоторое время смотришь, женился. Некрасиво получилось. Поэтому, чтобы не позориться, я не хочу ставить под сомнение твое откровение, но откровение проверяется временем. Понимаете? Легко. Откровение проявляется временем. Как один пророк напрочь стал, что в Америке будет один президент, женщина, а оказалось не так. Время показало, что этот пророк лже-пророк. У пророков есть много хитростей. Как оставаться на плаву, даже если не получается то, что они говорят? Это другая тема. Это другая тема. Поэтому, если даже ты получил или получила откровение о таком даре, храни его в сердце. Время покажет. Не надо об этом кричать, декларировать, заявлять. Храни это в сердце. Храни это в сердце. и в конце хочется подчеркнуть драгоценная духовность это не быть таким или быть таким. Духовность это следует своему призванию. Оно может быть такое или такое. Так вот, следуй своему призванию. В этом духовность. И важно помнить, даже когда мы говорим о призвании. Какое бы ни было твое призвание, такое или такое, призвание всегда временное. Оно связано лишь с этой землей. А есть вечная вещь. Она называется любовь. Так вот, для того, чтобы любить, необязательно вступать в брак. Всегда есть кого любить. И тем, кто в браке, и тем, кто не в браке. И главное стать частью Божьей семьи. И мы становимся Божьей частью Божьей семьи, когда открываем в себе Иисуса Христа, умершего за нас, воскресшего и вознесшегося на небеса. И все это скажут Аминь. Давайте закроем глаза и склоним голову. Всемогущий Господь, спасибо Тебе за этот вечер, спасибо Тебе Господи за время, которое мы можем проводить здесь, изучая Слово Божье. И мы верим, что в Слове Твоем есть сила. И когда мы сегодня, Боже, разбирали это Слово, я молю, чтобы эта сила высвобождалась в жизни каждого моего брата и каждой моей сестры во Христе Иисусе. Пускай Слово Твое работает, Господь, открывая нам, к чему мы призваны, какой наш путь на этой земле, чтобы мы не мечтали о себе и не пытались свою жизнь строить в соответствии с чужими призваниями, не позволяли близким, друзьям, общественному мнению диктовать нам и навязывать нам свои программы, но мы искали нашего, только тогда мы можем быть счастливыми, только тогда мы можем быть блаженными, когда мы исполняем волю Божью для нашей жизни, Господь. И я молю за каждого здесь, я молю за каждого, кто смотрит эту трансляцию онлайн, да будет воля Божья в их жизни, в их семейных отношениях, да будет призвание свыше, Господь, по имя Иисуса Христа. И каждый верующий да скажет Аминь. Субтитры